Здрасте, а ничего если у меня 14 рублей не хватает? Нетита, наклейте, стоит 15 рублей. Блин, я тебе никогда не отыграться. Майни, мы с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Мармаш, называется оно Казино Моего Детства. Давайте же посмотрим, что там за... Также не забывайте про мой телеграм-канал, ссылка есть в описании, или QR-код на экране, это сейчас очень важно, вдруг чего, я там уже держу связь и буду держать связь, если что-то произойдет. И у меня есть также стрим-канал Трово, ссылка есть тоже в описании, я стримлю каждый день, тоже вас там очень-очень жду. Здорово, дружочек. Алды моего канала знают, что я крайне отрицательно отношусь к азартным играм. Правда, недавно я понял, что в детстве я только и делал, что играл на бабки. Ага. Короче, к концу 90-х... Поэтому отрицательно, научен жизни, получается. Они же сотки, они же фишки. Блин, Кэпсы балдеж на самом деле. Я соскучился за этими временами Кэпсы. Только к нам на север их не завезли. Зато завезли коллекционные наклейки, которыми мы, собственно, и играли. О, наклеечки тоже нормальные. Ну, наклейки было много разных тематиков. Плопали возле них, они переворачивались. У нас с них либо с Mortal Kombat 2, либо с Соником. А если это была еще и блестяшка, то такая наклейка шла одна к трем обычным. Редкая штука все-таки. А все остальное считалось мусором. Че, пацаны, в наклейке режетесь, да? Я с вами тогда ставлю Симбу из Короля Льва. Пошел отсюда. Э-э-э, у меня такие штабники, как и у всех. Так, ты либо ставишь Саб-Зиро, либо валишь отсюда, понял? Скорпион пойдет? Поедет. Прошу к столу. На самом деле, никто их не использовал по прямому назначению, потому что изначальная суть была вообще в другом. Ты должен был купить специальный тематический альбом, куда их и надо было вклеивать. Но ни у кого этих альбомов не было. Ну, кроме одного пацана со двора. Смотрите, я все-все вклеил, все собрал, вот. Ты... ты... ты чего наделал, а? Зачем? В смысле? Ты реально перевел все наклейки на это? Просто вклеил? Ну, так это же наклейки типа... Что? А? Это так плохо. На самом деле, блин, зато у него... Можно это оставить как коллекционный журнал со всеми наклейками. Сами, над Костяном больше не будем угорать, хорошо? Мне кажется, он умственно неполноценный. Да, блин, я коллекционер! Конечно, конечно, да, боже мой. Он же коллекционер! Да, такая ноша. В конце 90-х эта игра почти сошла на нет, но тут в страну влетели покемоны. А с ними и новые наклейки. На весь наш микрорайон ими банчили только в одном ларьке, у которого постоянно крутились дети. Пачку с покемонами. Спасибо. Здрасте. А ничего, если у меня 14 рублей не хватает? Никита, наклейки стоят 15 рублей. Блин, тетенька, нам не отыграться только, ёлка. Ну дай хоть одну наклейку с Пикачу. Уверен, владельцы того ларька и не подозревали, что поднимут столько бабок, ну, по факту, на аниме. Потому что больше нигде наклейки с покемонами не продавались. Хотя, думаю, сейчас все бы закупались на фаст-аниме. Ой, 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 автор покушает, ребята, ну, вы что понимаете, автор покушает. Вот этот автор покушает, если вы просто придете на мой стрим, ссылка в описании есть на мой стрим-канал. Ну и там просто смотрите мои ролики, мне будет тоже очень приятно. А так продолжаем. С одной стороны, кажется, ну ничего ж такого, дети просто развлекаются. С другой стороны, вся эта тема имела все условия азартной игры. И как в любом неэтичном деле, были серьезные разборки. Как так там забежал... Крутились серьезные бабки, мэн. Две наклейки с Абзира, это вам не шутки, мэн. Пацан с другого двора распечатал пачку наклеек и проигрался на первом же ходу в ноль. После чего встал и сказал, классно играете, ну ладно, давайте наклейки. А? Ты опух что ли? Ты их проиграл. Что проиграл, то потерял все. А у нас во дворе не так. Ох уж эта фраза, а у нас во дворе не так. Вечная, блин, отмазка. Ну конечно. Ну вот и в этот раз. А у нас во дворе просто после игры всем наклейки обратно возвращают. А, да блин, отмазка, иди отсюда давай. И пацан уходит. Так играем во своем дворе, зачем приходить на чужой? Логично же, да? Возвращается со своим очень сердитым батей. Э, шпана, вы чё, б***ь, совсем тут? А, не, нет, вроде нет, а что? Мало того пацана мы его избили, так ещё и карточки отобрали с этими, как их, с уродцами этими. Да не били мы никого, а... Так, это не мы. Слушай, отдай ему наклейки, а. После чего они уходят, а ещё через час пацан с фингалом возвращается. И радостно рассказывает, как он наколол своего батю. Набив сам себе глаз в подъезде. Блин, генич. Тут поза 15 рублей сам себе по лицу дал, вот это нормально, вот это я понимаю. Настоящий гений. Слевозно пожаловался, что его ограбили, и вот так он вернул наклейки. Круто, да? Ну чё, пацаны, сыграем? Это заслуженно, заслуженно. Если понравилось, то, ну, потрать 2 секунды и подпишись. Блин, ну, кэпсы были круче, помню, с кэпсы разные были. Они были как и с всякими покемонами, опять же, я не помню. Были всякие, с которыми коллекционно из пачек чипсов, пачек сухариков, где их только нельзя было найти, эти кэпсы, я их обожал. Наклейки тоже были, конечно. Наклейки и кэпсы в ходу, и какие-то карточки потом, что-то мы с ними делали. Я уже, честно, всё не помню. Ребята, пишите, чем вы, блин, в детстве там развлекались. Подписывайтесь на канал Мармажа, Мармажа. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на всё, что вы увидите в этой жизни. Не, ладно, не надо подписаться на всё это. Это к ничему хорошему не приведёт. А так, всем удачки, всем пока. Пау!